ПОЛНОМОЧИЕ ПРЕЗИДЕНТА Полномочия президента Нурсултан Назарбаев обратился в Конституционный Совет. Конституционный Совет должен дать официальное толкование пункта статьи Конституции, которая касается условий прекращения полномочий главы государства. Конституционный Совет принял к производству обращения президента Нурсултана Назарбаева. Речь идет об официальном толковании пункта 3 статьи 42 Конституции, сообщается на сайте Совета. В настоящее время идет работа по подготовке материалов к заседанию Конституционного Совета. Там будет рассмотрено по существу обращение главы государства, о чем гласит 42 статья Конституции. Статья 42 Конституции касается условий прекращения полномочий главы государства. Полномочия президента республики прекращаются с момента вступления в должность вновь избранного президента республики, а также в случае досрочного освобождения или отрешения президента от должности либо его кончины, говорится в третьем пункте. Здесь же указано, что все бывшие президенты страны, кроме отрешенных от должности, имеют звание экс-президента республики Казахстан. Что такое Конституционный Совет? Конституционный Совет обеспечивает верховенство Конституции Казахстана как основного закона государства на всей территории страны. На основе Конституции 1995 года Конституционный Совет был сформирован в феврале 1996 года. Закон, дающий Нурсултану Назарбаеву пожизненное право председательствовать в Совбезе, признан соответствующим Конституцией. Среди полномочий Конституционного Совета, решения в случае спора вопроса о правильности проведения выборов президента, депутатов парламента и проведения республиканского референдума, когда истекает полномочия Нурсултана Назарбаева. В апреле 2020 года истекает полномочия первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который возглавляет страну с момента ее образования. По Конституции первый президент Казахстана может избираться на должность руководителя страны неограниченное число раз. Летом прошлого года спикер Сената Касым Жамар Такаев заявил, что Нурсултан Назарбаев вряд ли будет вступать в президентскую гонку. Позже он отметил, что последнее слово по вопросам внутренней и внешней политики будет за Назарбаевым. На этом у нас все. Кому понравилось ставим лайк. Подписываемся на канал. Жмем на колокол, чтоб не пропустить новое видео. Всем пока-пока.